Добрый день! Поставьте плюсики, как меня слышно. Добрый день! Поставьте плюсики. Отлично! Я рада вас всех приветствовать, ребят. Сейчас, секунду, забери. Так, как настроение? Как настроение, как настрой? И по традиции я хочу представиться. Меня зовут Лилия Донскова. Я одна из лидеров проекта «Карьера онлайн». Сегодня мы семинар будем проводить вместе со Светланой Лукьяновой. Только я что-то не вижу в чате. Надеюсь, она скоро зайдет. Ребят, первый вопрос по традиции. Зачем вы пришли? Что вы хотите услышать на этом тренинге? Какие у вас вопросы? Какие ожидания? Пишем все обязательно, что вот это супер настроение и еще супер тренинг. в результате, да, подружились и получился супер результат. Потому что каждая информация, она нужна нам не для того, чтобы просто ее послушать и забыть, а чтобы потом применять и получать результат. Но самое интересное, что вы ее не будете применять, пока вы не поставите себе конкретную цель и задачу. Именно поэтому я вас и спрашиваю, зачем вам нужен этот семинар. Так, получить знания, передать их своим новичкам. Заявленная тема тренинга – это как собрать заказ на 150 баллов, не продавая продукцию, то есть без продаж. Пишем, пишем ваши ожидания, то есть чего вы хотите от этого семинара. Это очень-очень важно. А я вам пока создам хорошее настроение, потому что, да, я решила, что у меня хороший день. Почему я так решила? Я еще не решила, но так у меня каждый день. Каждый день создаю себе позитивный настрой, чтобы было интересно жить. Так, ребят, давайте договоримся, пишем в чате активно, чтобы время сэкономить, потому что у меня сегодня по плану очень много дел впереди. Так, узнать разные возможности. А зачем? А зачем? Да, что вас мотивирует? Признавайтесь, что вас мотивирует? Может быть, вы хотите перемен в своей жизни каких-то? Да, может быть, да, о чем вы мечтаете? О чем вы думаете? То есть для чего вам нужны новые знания? Чего вы хотите на самом деле? Может быть, вас мотивируют деньги? Девчат, поставьте плюсики, кого мотивирует доход. Чтобы денежки лились, да, как из рога изобилия. Успеха добиваться хорошо. Денежки интересуют все-таки. Хорошо. Это очень важно, потому что иногда люди говорят, мне деньги не нужны. Я не понимаю, как это. Не нужны, если у нас все в нашей жизни можно купить за деньги. Вообще любое желание можно купить за деньги. Так, научиться делать большой товарооборот и расти по карьерной лестнице, зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц. Вот это цель, я понимаю. Супер. Правильно. Если ты сама что-то умеешь делать, то ты этому можешь научить других людей. Совершенно верно. Ребят, смотрите, если вы умеете делать заказы от 100 баллов, то вы дополнительно зарабатываете 200 рублей. И посмотрите, если всего лишь ваш заказ будет больше на 50 баллов, то премия по премьер-клубу увеличивается на 500 рублей, то есть уже получаете 700. Это первые нюансы такие интересные. Давайте посмотрим инфолист. Это маленький кусочек информационного листа нашей команды. Сейчас возьму ручку, буду вам рисовать. Смотрите, вот девушка сделала заказ на 139 баллов, Аня Вертей. Премия по премьеру составила 349. Это только то, что компания возвращает за организованный товарооборот личный. А вот посмотрите ниже, Григорьева Наташа, 150 личный заказ, 661 рубль вернула компания за то, что она сделала чуть-чуть больше, чем Аня. Смотрите, разница какая. 320 рублей разница. Супер, правда? Это только начало, потому что вы видите, что еще начисляют деньги, скидка объемная за работу команды. И тоже ее начисляют, если вы сами делаете 150 баллов. И еще бонусы, премии, и очень-очень много преимуществ именно вот в этом вот случае. Запомните. То есть нужно научиться организовывать личный товарооборот. И об этом сегодня как раз и будет идти речь. Так, листаем дальше. Ну вот еще могу тоже пример показать. Насте Кирюшина. 111 баллов вернули 238 рублей. То есть что я свои слова, как говорится, подтверждаю конкретикой, фактами. Ребята, что вас еще вдохновляет? Может быть, вы любите подарки, участвовать в акциях, ставьте плюсики. Или чувствовать себя королевой, то есть чтобы ваш внешний вид был просто такой обалденный, чтобы все проходили и падали, падали штабелями, ложились. Как я зашла к одной девочке, Гуля у нас тут в аптеке работает, она говорит, Лиль, ну мне нужен, знаешь, какой парфюм? Я говорю, ну какой, свеженький? Она, да нет. Я говорю, сладенький? Да нет. Я говорю, цветочный? Да нет. Я говорю, ну какой? Она, ну чтобы я прошла и все упали. Вот какой парфюм бы вы ей подобрали? Надо, чтобы она прошла и все упали. Представляете? Вот так вот. То есть, да, хочется все это получать и деньги, и быть, как говорится, королевой, ни больше, ни меньше, и быть просто супер классной. Ребята, на сегодня мы поговорим о правилах, которые вы должны знать. То есть, если вы их будете применять, то у вас будет супер просто результат. То есть, первое, это изучить все материалы по продукции. Ребята, все материалы быстро не сможете изучить. Согласны? Я их не знаю сама до сих пор. Я не знаю состава продуктов, глубокие, глубинные. Но я знаю, как эту продукцию можно применять. То есть, по возрасту, по типу кожи. И самое главное правило, запишите себе. Это всегда предлагать человеку два варианта. Не три, не четыре, не один. А чтобы у человека был выбор. То есть, нужно изучить продукцию с такой стороны, чтобы вы могли, посмотрев на человека, и выяснив его запрос, то есть, допустим, человек хочет уход за лицом, вы могли ему предложить серию такого эконом-класса, доступную любому абсолютно человеку. абсолютно любая женщина знает, что нужно ухаживать за лицом. Пусть даже это будет недорогой уход, но главное, чтобы был уход. Результат будет. И нужно предложить серию подороже. Потому что каждая женщина хочет чувствовать себя королевой. И сказать, чем вот они отличаются. То есть, да, что вы получите в результате, если попробуете вот эту классную серию. Договорились с вами? То есть, задание домашнее, записывайте. Пролистать каталог. И вот дать себе задание. Во-первых, для себя выбрать. Вот от кончиков волос до пяточек пройтись. По волосам, чтобы я себе взяла два варианта. Эконом-класс и подороже. Чтобы я себе взяла для лица. Опять же, эконом-класс и подороже. Декоративную косметику. Делайте подборку на две цены. То есть, подешевле и подороже. Следующее у нас пошло. Тело, руки, ноги, маникюр, педикюр. То есть, все, что у нас антицеллюлитная программа. Я вам рекомендую. И парфюм, конечно же. Я вам рекомендую посмотреть. И в первую очередь, сделать подборку для себя любимой. Договорились? Ставьте плюсики, кто это сделает. А кто уже сделал? Поставьте восклицательные знаки. Кто уже ориентируется в продукции? Прям классно. Что прям вы каталог открываете. И вот легко прям. Фух. И посмотрели. И знаете. Так, я вот на такой возраст. Я вот это, вот это бы рекомендовала. А вот этому на это, это. Кто уже сделал? Есть такие люди? Пока нету, да? Ребят, это очень важно. То есть, от нас не требуется глубинных знаний продукции. Нет каталога. Есть электронный каталог. Каталог, Леночка. Кто у тебя спонсор? По-моему, Галина Брюханова. На сайт заходите, открывайте электронный каталог. И вдоль и поперек его изучайте. За что я люблю каталог. Он очень красочный. И там есть, знаете, что есть? Классная вещь такая, как рекомендация. Рекомендация профессионалов, врачей, экспертов, артистов. Да, журнальчики пахнут. Вы же журнальчик получите после того, как сделаете первый заказ. Потерпите немножечко. Супер, вы получите первый свой журнал. Такой бумажный, классный, красивый, с ароматизированными страничками. Пока нет, исходите из тех условий, которые у вас есть. Договорились? Следующее, да? Проходим. Создайте себе каталог-шпаргалку. Как бы я это назвала, каталог-шпаргалка? Это по-простому называется закладочки. То есть каждый каталог, он чем-то выделяется из всех других. Я бы сделала такие закладочки, где продукты с огромными скидками, интересные наборы и интересные акции. То есть я бы прямо вот закладочки наклеила, стрелочки. Можно купить цветную бумагу, вырезать стрелочки и приклеить каждой страничке к интересной страничке. То есть немного, где-то на один каталог от 5 до 10 закладочек сделать. И такие красивые каталоги можно отдавать, тоже смотреть людям. Обязательно каталог должен быть подписан. Он не просто должен быть подписан, а подписан очень душевно. То есть это должна быть авторская работа. То есть люди очень чувствуют, когда есть такая вот вложена душа, то есть частичка вас, частичка вашей души. И если вы подпишете своей рукой красиво, что ваш консультант по красоте Елена Чухланцева, мой телефон такой-то, балуйте себя, выбирайте продукцию для себя и своих близких. И после этого у вас всегда будет очень много заказов. Вы знаете, у нас одна женщина, она профессор в прошлом, проводила вот семинар, рассказывала свой опыт. Она сделала на компьютере, распечатала такие визиточки, написала, дорогой друг, посмотри этот удивительный волшебный каталог и выбери для себя и своих любимых самую лучшую натуральную шведскую продукцию, Арифлейм. Вот, и свой телефон, обратную связь, там с теплотой к вам, тра-та-ты-ты, подпись и все контакты, как ее найти. Ребята, у этой женщины огромное количество заказов, хотя она вообще к сфере торговли, продажи, вообще не имеет никакого отношения. То есть человек профессор, то есть кандидат каких-то там наук. И для нее вот это все совершенно неизведанный мир, о чем мы с вами сейчас говорим. Представляете, вот она так душевно к этому подошла, просто по-человечески. И у нее, конечно же, люди с удовольствием берут каталоги, смотрят, когда читают вот эту надпись, то реагируют сразу, душевно. Я вам чуть позже покажу, какие фишки я применяю в каталогах. И тоже они приносят суперрезультат. Дальше. Обязательно нужно выполнить... А, отдайте каталог и договоритесь, когда заберете. Ребят, очень важно... Вот часто люди упускают, не заканчивают, то есть не завершенка такая, нет конкретной договоренности о сроках, о времени, о дате. Понимаете, о чем идет речь? То есть если вы отдаете каталог кому-то, своим знакомым, например, подружке Маше, и говорите ей, Маш, я могу тебе дать этот каталог только на один день, успеешь посмотреть? Маша говорит, успею, Машенька, это очень важно, потому что у меня каталог всего один, на него очередь огромная. Мне уже завтра его Танюшке надо отдать, потом Свете, потом Кате, чтобы все успели полистать, спокойненько дома его посмотреть, потому что он такой классный, здесь столько всего интересного. Я зайду к тебе завтра. Во сколько ты будешь дома? В 5 или в 6? Договорились, записали. И говорите, все, Маш, я завтра в 6 буду у тебя. Пожалуйста, успей посмотреть. Это называется договоренность. Успеваете за моей мыслью? Или вы, если отдаете каталог незнакомому человеку, то и говорите, я завтра зайду, заберу. Ребят, значит, завтра нужно зайти и забрать. Вот самая огромная ошибка людей, когда работают на холодном рынке, то есть раздают каталоги. Самая огромная ошибка, что они раздают и не забирают. Не забрать каталог – это преступление. Понимаете, это все равно, что позвать девушку замуж и не прийти в ЗАГС. То есть подать заявление, купить кольца и не прийти в ЗАГС. То есть это просто преступление, потому что человек вас ждет. И он, скорее всего, даже выберет продукцию, которая ему нужна, а вы не пришли. И часто с таким сталкиваюсь. Я сама в такие вляпывала ситуации, что я обещала прийти и по каким-то обстоятельствам не могла, не успевала, закруживалась. И в результате, когда я потом приходила, опять приносила следующий каталог, человек мне протягивал старый и говорил, а что же вы не пришли? А я хотела заказать. Там лежит записочка, реально несколько кодов написано. Я говорю, блин, а уже поздно, не успеваю. Человек, конечно, очень огорчался и понимает, что я не серьезный человек, со мной дело лучше не иметь. То есть я могу подвести, обещала и не сделала. Конечно, после таких уроков я теперь очень четко веду статистику, я записываю, кому отдала. Когда обещала прийти, беру контакты, оставляю свои контакты. Знаете, как на своих ошибках лучше не учиться. Используйте мой опыт, потому что реально жаль, я потеряла много людей просто из-за своей необязательности. Пообещайте мне, что вы будете держать свои обещания перед людьми. Если говорите, что я завтра зайду за каталогом, зайдите завтра. Или скажите, в течение двух дней, то есть если не уверены, что завтра, дайте себе какую-нибудь лазейку, что если завтра не смогли, но послезавтра точно сможете. Никогда не ждите, что вам люди будут звонить. Ребята, это просто, знаете, наверное, так менталитет устроен у наших людей, они не привыкли. Очень туго-туго сейчас люди привыкают к интернет-технологиям, к тому, что сейчас очень удобно коммуницировать именно по телефону, в социальных сетях, используя электронную почту. Даже если я на визитках пишу электронную почту, телефон, звонят сами очень-очень редко, только когда уже привыкнут. Мне вот за все время, может быть, сколько я работаю, может быть, 5-7 звонков было, что люди позвонили, ну, совершенно незнакомые, случайные люди увидели мой каталог с телефоном, позвонили, спросили, или вот я увидела в магазине, вы тут каталог оставили, можно сделать вам заказ. То есть это крайне редко, не ждите, договорились? Ставьте пятерочки, кто принимает нашу с вами договоренность. Держать обещания и действовать самому, то есть не ждать, что люди будут активно идти навстречу. Вот я, например, человек активный, если мне что-то надо, я из-под земли телефон достану, позвоню, добьюсь, чтобы мне это принесли, или куда прийти забрать. Ну, я таких людей редко-редко в жизни встречаю, очень редко. В основном все как-то вот, ну, пассивно ждут активности со стороны другого человека. Поэтому если уж вы, как говорится, взялись за буш, не говоришь, что не дюш. Действуйте сами. Следующий пункт. Обязательно выполните заказ. Вот, тоже очень важный такой момент. Бывает, что вот вам сделал человек заказ одну помаду с последней странички, которая стоит 99 рублей, вы раздали еще каталоги, никто ничего не заказал, у вас лично денег нет. Вы смотрите на прайс, думаете, так, я с этой помадой заработаю 18 рублей, а за доставку заплачу 35. В чем прикол? Мне это невыгодно. Получается, что я человеку еще и доплачиваю, чтобы человеку принести помаду. Не, я не буду заказывать. Ребят, что получается? Человек сделал заказ, сидит, ждет, трепещет, а вы заказ не выполнили. Не дай бог такое случилось, чтобы случилось. Вы знаете, вот, разные, вот, делайте что угодно, но надо будет постараться или, да, собрать заказ чуть-чуть побольше, чтобы вам доставка окупилась, хотя бы доставка, или рискнуть и вложить свои вот деньги, разницу, которые составят, может быть, 20-30 рублей. Почему? Я объясняю. Вот сейчас вообще в мире идет борьба за клиентов. Вы знаете об этом? Что вообще все фирмы, магазины, они борются за клиентов вообще руками, ногами, дарят подарки, вообще вот просто вот шлют СМСки, делают какие-то бонусы, присылают акции необыкновенные, то есть зазывают, заманивают всеми возможными способами. Кто слышал? Поставьте единичку, кто это замечает, что за клиентов идет борьба. Кто слышал? Единички пришлите. О, да! Ребят, смотрите, что получается, если клиент доволен, останется сотрудничеством, конкретно с вами, с вами как с консультантом, какие его последующие действия, если человек доволен. Вот вы принесли ему помадку, как я обычно делаю, я заказываю маленькие пакетики, малюсенькие, такие красивые, зелененькие. Кстати, вам сейчас код пакетиков скажу, чтобы знали. То есть это сервис, я предоставляю сервис, отношу все в пакетике. Еще у нас есть чековая книжка, я вот код ее не помню. Пакетики. Запишите себе код 527 015. 20 рублей стоит набор из 10 пакетиков. Бешеное капиталовложение, конечно, денег, зато отзыв, то есть, знаете, мне пару раз люди говорили, я заказы делаю только из-за пакетиков. Мне так приятно, что ты приходишь, приносишь все это красиво в пакетиках. Оксаночка Григорьевна, мы вчера ходили, заметила, у меня маленькие такие красивые пакетики, я в них разложила продукцию и ходила, раздавала. Наверняка заметила. Очень удобно, очень красиво и приятно человеку получить все в отдельной упаковочке. Поэтому вложите 20 рублей и у вас будет 10 красивых пакетиков для каждого человека, который сделает заказ. Далее, по поводу борьбы за клиента. Вот смотрите, если вы обсуждали одного человека, классно, делали ему кучу комплиментов, он довольный, ой, спасибо, Леночка, он довольный этот человек, сияет весь, как вы думаете, скольким людям он вас порекомендует? И вообще, сможете ли вы ему сказать такую фразу, а вы могли бы мне порекомендовать кого-то из своих знакомых, кто так же, как и вы, любит ухаживать за собой, хорошо выглядит? То есть вы два зайца убиваете, говорите человеку комплимент, так же, как и вы, любит ухаживать за собой, хорошо выглядеть. Человек понимает, что это ему комплиментов? Да, конечно, спасибо, конечно же могу, у меня есть такая подружка классная, Танюшка, сейчас я ей позвоню и скажу про вас. Отлично, то есть она звонит прям при вас, говорит, Танюшка, тут ко мне такая девушка приятная приходит с косметикой, я прям хочу, чтобы ты с ней тоже встретилась, пообщайся, вообще море позитива, и такое обслуживание, сервис, косметика просто великолепное. Или она просто скажет, Танюш, я тебе рекомендую с одним человеком пообщаться, зовут Леночка, она тебе позвонит сейчас, от моего имени представится и сама все объяснит, хорошо, а мы потом с тобой созвонимся, скажешь свое впечатление. То есть, да, если человек доволен, он с удовольствием даст вам рекомендацию. Теперь смотрите, второй вариант, если человек недоволен, то есть, или вы не выполнили заказ, или пришли не вовремя, да, там, ну, как раз это, как это назвать, ну, протянули со временем, забыли, потом вспомнили. Как вы думаете, человек будет про вас рассказывать плохое? Поверьте мне, еще с большим удовольствием. Так устроено, что у нас человек, да, будет говорить про вас, окружение, что, ой, все, неправильно принесла, не тот цвет, и вообще не вовремя, и вообще мне ничего не понравилось, то есть, будет вас не хвалить, а наоборот хаять. Поэтому занимайте позицию такую, чтобы было всегда вам в плюс. Договорились? Ставьте плюсики. То есть, выполнить заказ нужно по-любому, потому что человек, иногда люди, делают маленький заказ, они могут заказать кусочек мыла, или там помаду, то есть, они не рискуя, просто прощупывают вас, насколько вам можно доверять, насколько с вами можно, да, общаться дальше, насколько вы вот будете себя проявлять, да, там, даже если, ну, будете ли вы бегать из-за куска мыла, то есть, готовы ли вы, вот, выполнять свою работу, предоставлять сервис на высоком уровне. Ребят, люди все, как сканеры, честно вам скажу, я просто уже давно в этой сфере работаю, я очень часто ловлю на себе взгляды, знаете, от кончиков волос до пяточек идет расследование, да, и люди изучают, как выглядишь, насколько хорошо выглядишь, все ли в порядке, то есть, маникюр, педикюр, там, макияж, волосы, одежда, то есть, ребят, очень важно хорошо выглядеть, одеться чистенько, оденьте, вот, идете к клиентам, как на праздник, самое любимое платьишко, чистенько, нарядненько, ногти подкрасили, личико привели в порядок, волосы, то есть, тут не надо, вот, знаете, если нет возможности одеваться в бутиках, там, покупать наряды себе за 10 тысяч, чистенько, аккуратненько, самое главное, чтобы у вас, ваше лицо сияло улыбкой, позитивом и добротой, я считаю, это на первое место, вообще просто, улыбка, открытая, да, позитив, то есть, вы говорите всегда только о хорошем, с клиентами, говорить на негативные темы, тем более, что-то рассказывать, если у вас дома что-то плохо, ни в коем случае, знаете, людям этого Г, хватает у себя, им не хватает позитива, им не хватает вот этой энергии, знаете, видят, что в жизни-то солнечная оказывается, и да, есть люди, у которых все хорошо, есть к чему стремиться, поэтому умейте создавать вокруг себя такое энергетически заряженное солнечное поле. Следующий шаг, узнайте обратную связь о продукте, что это значит, вот, допустим, девушка взяла крем тональный, да, основу, или биби-крем, тушь, вот что угодно, парфюм, крем для лица, ваше действие, на следующий день, позвоните и спросите, вы довольны, Оксана, вот вчера заметила, я подошла к женщине, она у меня позавчера забрала помаду, гель и мыло, то есть, сделала, да, три продукта она покупала, и я к ней подошла и сказала, Оля, добрый день, вы помаду попробовали? она, да, как ваши ощущения? Хорошо, мне понравилось, супер, отлично, да, и, то есть, я поинтересовалась, даже я не звонила, а просто к ней подошла, потому что, ну, я все равно шла в это место, к ней, ага, все, я рада, что ты это заметила, обратная связь, вы уже начали пользоваться кремом, или вы уже вскрыли парфюм, вы довольны, да, вы попробовали, все хорошо, как ваши ощущения? Вам нравится? Все отлично, то есть, не надо спрашивать человека, то есть, задавайте вопросы, тоже в позитивном ключе, то есть, не надо говорить, у вас аллергия не пошла, вы знаете, с таких вопросов может пойти аллергия, по-любому, поэтому спрашивайте, да, вы довольны, все ли хорошо, да, вам понравилось, вы уже, ой, какая вы умничка, а то иногда берут и ставят на месяц, не вскрывают, супер, пользуйтесь каждый день, помните, как я вам говорила, утром и вечером, ля-ля-ля, то есть, и еще раз повторяйте человеку правила использования, если это какой-то сложный продукт, например, как крем для век, я всегда повторяю, что крем для век нужно наносить за 30-40 минут до сна, чтобы он успел впитаться, разойтись, и не было утром отеков, чтобы все было, да, вы помните, за 30-40 минут, умничка, все, пользуйтесь, получайте удовольствие, цветите, пахните, так, позвонили, взяли обратную связь, еще раз похвалите человека обязательно, что он сделал классную покупку, что это у него супер просто выбор, просто супер выбор, далее, когда мы показываем следующий каталог, ребят, вот смотрите, если это вам неудобно далеко ехать, далеко идти, то вы можете забрать этот каталог, который давали, или когда вы отдаете заказ, забираете каталог, каталоги обязательно нужно собирать, они не должны валяться, ни в коем случае, забрали каталог, и отдаете следующий, и опять же договаривайтесь о сроках, чтобы человек знал, что он не будет у него 3 месяца лежать, 1-2 дня, не более того, договорились? Так, ставьте восьмерочки, 1-2 дня каталог лежит у человека, не больше, ребят, и немножечко, да, пробежимся, что о чем, да, важно помнить, это подготовиться, к походу, да, к своим знакомым, к людям, контакт должен быть установлен, выявлены потребности, аргументация должна быть у вас готова, работа с возражениями, и завершение продажи, немножечко по этим пунктам пройдемся, подготовка, мы с вами уже это проговорили, внешний вид, настроение, и рабочие материалы, то есть это красивый подписанный каталог, тестеры, и я рекомендую также, вести анкету клиента, вот, кстати, я раньше ввела, сейчас забыла про это, кстати, надо сделать анкету клиента, и еще одна штука, фишка есть, запишите, отзывы моих любимых клиентов, заведите блокнотик, подпишите его красиво, приклеите туда картинки из старого каталога, Арифлей можете вырезать, и назовите отзывы моих любимых клиентов о продукте, и давайте после вот того, как человек уже начал пользоваться, знаете, как есть вот книга жалоб и предложений, а это книга, да, отзывов и рекомендаций, подпишите ее красиво, оформите, и давайте людям сделать свою запись оставить, когда вы придете к следующим клиентам, вы можете ее взять и показать, сказать, вот, посмотрите отзывы, там люди будут писать вам отзывы, потому что вот у меня писали, да, там, спасибо, Лилечка, так рада, когда ты приходишь, так здорово, так все интересно рассказываешь, то есть это будет вам на руку, ребят, запишите, я вот забываю об этом вставить на слайде, когда тренинги провожу, всегда вспоминаю, анкета клиента, что это значит, то есть там, ну, вы можете на компьютере же все это набрать, и распечатать листочки, и давать каждому человеку, то есть там фамилия, имя, все контакты, как его найти, дата рождения, обязательно, чтобы вы могли клиента поздравить, с днем рождения, или любимые даты, например, день рождения мужа, или детей, почему вот нужны эти даты, смотрите, допустим, смотрите, у мужа через месяц день рождения, она же будет что-то ему дарить, правильно, а вы звоните, или приходите, и говорите там, Олечка, я вот посмотрела, у вас скоро праздник в семье, она, какой, ну, день рождения вашего мужа, она, ой, точно, Оля, я вам принесла каталог, специально уже новый, свеженький, вы его еще не видели, и в этом каталоге потрясающий новый мужской парфюм, я вот предлагаю вам его продегустировать, вот пробничек, смотрите, может быть, да, это будет как дополнение к основному подарку, или может быть просто подарок основной, вы знаете, вот когда вы человеку такое вот, показываете внимание и заботу, то вы знаете, люди очень благодарны, очень, знаете, почему, хотите, я вам скажу, поставьте, восхитительный знак, кому интересно, интересно все-таки, да, ну, хотя бы кому-то интересно, ребят, людям, вот даже сами на себя вот, да, переведите этот вопрос, как вы считаете, людям, вот, хватает ли сегодня людям внимания, доброты, заботы, теплоты, любви, счастья, чувствовать, что я нужен кому-то, обо мне заботиться, конечно, это каждому человеку не хватает, этого, вы знаете, сколько бы этого не было, этого всегда не хватает, люди жадные до внимания, люди жадные до того, чтобы кто-то, да, чувствовать, что я нужен, я реализуюсь, обо мне заботиться, ну да, главное не переборщить, просто быть корректным и быть вовремя, вот, ну, может быть, да, я ошибаюсь, я не знаю, но это вот мой, мой мир, мое восприятие мира, я его так вижу, и я вижу отзывы, да, как подготовиться к встрече, нарядились, и обязательно возьмите с собой тестеры, ребят, смотрите, если у вас есть такой наборчик, то я считаю, что у вас в руках огромное состояние, кто со мной согласен, я заявляю, у вас в руках целое состояние, почему, объясняю, ребят, можно сколько угодно рассказывать о парфюме, но пока вы его не попробуете, не поносите, вы не поймете, нравится он вам или нет, сколько угодно можно рассказывать о помаде, какая она красивая, как она классно лежит, посмотри, какой красивый цвет на бумажечке, но бумага искажает цвет, она не может просто, просто бумага, краска, она не может передать цвет на 100%, Конечно же, сейчас очень мастерски добиваются сходства, но оно все равно не стопроцентное. И все равно у каждого человека свой цвет кожи, свой цвет губ, своя колористика. И на одном человеке помада будет одна и та же смотреться ярко, вызывающе, а на другом будет еле заметная. Поэтому если вы себя любите и уважаете, то вы же не будете покупать, если у вас стоит цель купить помаду. Вы же постараетесь купить так, чтобы она не валялась и не надо было ее кому-то передаривать. И если будет возможность попробовать, то конечно же нужно попробовать, прежде чем купить. То есть у нас такой есть лозунг, попробуй прежде чем купить. Понравилось? Заказывай. Не понравилось? Будем искать, пока не найдем то, что тебе понравится. Поэтому вот этот капитал стоит всего 449 рублей для новичка в течение 21 дня. Запишите код набора, я рекомендую выписать. Просто возьмите калькулятор и посчитайте, есть ли вам закажут одну туалетную воду. Потому что просто по бумажке ее вряд ли закажут. Давайте возьмем прям новый каталог. Где у меня новый каталог? Новый каталог. Ну давайте не будем шибко дорогую брать. Но возьмем парфюм от Димы Билана. Наберите на калькуляторе 839 рублей. И отнимите 18%. Получается 690 вы отдаете фирме. 149 остается вам, да? Сейчас еще раз. 839 минус 690. Да, 100. 149 рублей ваша прибыль. Чистая. Сколько вам нужно, чтобы вам заказали парфюмов, чтобы окупить этот набор? Всего 3 парфюма. Представляете? И он вам, все остальное вам будет бесплатно, ребят. Это очень выгодное капиталовложение. Потому что вам будут заказывать потом много-много парфюмов, помад. Это самый дорогой продукт парфюм. Самый выгодный. Берут часто, заказывают парфюмы. Ну, буквально, редкая женщина берет парфюм раз в год. Я таких не видела. Заказывают раз в 3 месяца как минимум. Но если есть попробовать, и если новинка особенно любят, чтобы был пробник, и чтобы это была новинка. Я знаете, как обычно делаю? Вот сейчас их сайт выходит. У нас по акции он идет таким образом. 4 штуки, если выписываешь, то 4 в подарок приходит. То есть 3 выписываешь, 4 в подарок. Я, конечно же, беру сразу 4. Подарочные я открываю Миши. А 3 у меня уходят. 2 у меня уже заказали, кстати. У меня останется всего 1 водичка. Когда даешь пробовать людям, особенно из оригинала, то заказывают практически каждый третий. Это тоже моя уже статистика такая многолетняя. Поэтому, ребят, я рекомендую взять наборчик. Вы не пожалеете. Он просто клевый. Ребят, установление контакта касается как работы с незнакомыми людьми, так и со знакомыми. Всегда нужно, да, самую красивую свою, самую сияющую улыбку. И не только ее нацепить на лицо, а именно ее нужно изнутри. То есть не обязательно показывать все зубы, да, от уха до уха, а просто вот эта подсветка изнутри, то, что вы действительно искренне рады человеку. Поэтому, да, рекомендую общаться с теми людьми, которым вы действительно рады. Обязательно делаем комплимент. Ребят, вот смотрите, кому можно сделать комплимент. Вот вы смотрите на человека, и вам нравится прическа, макияж. Что еще может понравиться? Маникюр, цвет волос, одежда на человеке, сумочка, туфельки или интерьер, который его окружает. Вы знаете, мы вчера с Оксаной ходили, мы подходим к женщине, а у нее, она торгует яичками, но она такая пожилая, тетенька, ну, как бы я не нашла, чему комплимент сказать. Я единственное сказала, ой, какие у вас хорошие цены, да, на яйца. То есть, да, ух ты, надо к вам ходить покупать, у вас самые такие выгодные предложения. И она засияла, хотя, в принципе, да, ничего такого, как бы, ей-то я не сказала, но все равно человеку было оказано какое-то внимание. А если уж вы видите, что женщина действительно старается выглядеть ухоженная, причесочку сделала, сделайте обязательно комплимент. Это закон просто. Найдите, за что похвалить человека. А это нужно тоже тренироваться, умение делать комплименты. Второй шаг. Когда вы говорите комплименты, то наши женщины, они просто к ним не привыкшие, ее не умеют совершенно принимать. Они сразу начнут говорить, да хватит то ли тебе, уж маникюр облез, я его подкрасила. Или, ой, да прекрати ты этому платью 10 лет. Ой, да хватит то ли, это я накрутила, вон за 5 минут это деревяшку вставила и пошла в волосы. То есть, ребят, женщины комплименты не умеют принимать, надо их учить. То есть, говорите им часто и говорите, учись принимать комплименты, учись. И знаете, потом они настолько привыкают, женщины, что они вас будут ждать с вашими комплиментами, просто будут ждать. Следующий пункт, чтобы установить хороший контакт, нужна открытая позиция. Наверняка вы знаете про это уже, да? Все слышали технику NLP, но это все очень сложно заморочено. И люди, которые слишком сильно ее изучают, очень видно, что как-то наиграно все, неестественно. Поэтому я вам рекомендую просто не делать закрытую позицию руками, ногами. Если между вами какой-то барьер, там прилавок, допустим, если человек стоит за прилавком, то нельзя вставать прямо напротив, лицом к лицу к человеку, чтобы этот барьер был очень ощутимым. Нужно обязательно встать немного боком. То есть, да, полубоком повернуться, облокотиться, может быть, на прилавок, то есть полубочком, чтобы не было вот этого препятствия. Поняли, да, меня? Поставьте пятерочки себе, кто понял. Это вот фотографии моих каталогов. Смотрите, я беру такие визиточки, подписываю их. Я прям выписываю их из Арифлея. С каталогов. 50 рублей, по-моему, наборчик стоит, или 35, не помню. Там 50 визиточек. Я их от руки подписываю. И приклеиваю такие сбоку стрелочки. Видите, да, маленькие такие липучки просто на интересных страничках. Так, приклеиваю. И на некоторых страничках я пишу от руки. Вот, например, распахни глаза, красотка. Дуф, восклицательный знак. То есть, да, вот почерк, шрифт, 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 все одинаково и сливается тут раз. Вот этого люди не забудут никогда. Да, и всегда вот крупным планом продукт. Рядом эта подпись. Еще один примерчик есть такой смешной. «С нами интим ярче». То есть, очень много заказов было именно на туши, на эти гели, когда я подписывала каталог. То есть, не поленитесь на нескольких страничках. Сделайте от себя что-то, ну, что-то красивое. Что-то от души такую яркую фразу. Потренируйтесь. У нас есть в команде Лариса Манухина, она копирайтер. Девочки, можете ее потрясти, чтобы она попридумывала название к разным продуктам. Это вообще будет просто фишка. Подписать как-нибудь оригинально. Вот, дошли до задания. Давайте не будем усложнять все. Мы с вами проговорим сейчас. Три примера разберем. Пожалуйста, будьте активны все. Задание такое. Откройте сейчас каталог. У кого есть бумажный, бумажный. У кого нет, открывайте электронный. Ваше задание. Подобрать девушке, клиентку. Это ваша, может быть, подруга или человек незнакомый. Уход за лицом. То есть, да, кожа комбинированная. Т-зона ярко выраженной поры. Такая вот, постоянно, да, сало там скапливается. Точки забиты черные. Вот, чтобы вы порекомендовали, нам нужно два варианта. Эконом вариант и подороже. То есть, чтобы у человека была возможность сделать выбор. Потому что, если вы предлагаете один вариант, это выглядит как, знаете, как навязчивость такая. Кто сегодня будет самый активный, пишите прямо в чате, что бы вы предложили человеку. Опять же, напоминаю, кожа комбинированная. Возраст 30 лет. Я сама тоже листаю каталог. Где мои 30 лет? Так, я вот определилась уже. А вы? Знаете, как говорят? Тяжело в учении, легко в бою. Если вы это потренируетесь на своих близких, на себе, на подружках. Это будет как и повод встретиться. Например, я всегда ссылаюсь на фирму. То есть, если вот, допустим, у меня идея какая-то пришла в голову. Я прихожу, говорю, Наташа, слушай, мне тут задание дали в фирме. Подобрать разным женщинам уход за лицом. Можно я на тебе потренируюсь? Все, без вопросов. Конечно, можно. И я начинаю листать каталог, подбирать, задавать вопросы. В результате, Наташа говорит, слушай, прикольно, а можно это заказать? Конечно, можно. Так, ну-ка, можно новинку огуречный. Или серии для комбинированной дневной и ночной. А уход полностью. То есть, нам нужно очищение, тоник. Для снятия макияжа тоже относятся. То есть, мы можем, да, расширить географию нашего заказа, добавляя, ну, сопровождающие такие средства, без которых, ну, как женщина без средств для снятия макияжа. Жить не сможет. Вот. А крем супер, огуречный, легенький, классный подойдет. Или из серии Optimals, да, дневной и ночной. Так, галочка тоже предлагает серию Optimals. Или True Perfect. Вот. Я тоже True Perfect предлагаю как дорогую. Для комбинированной кожи, как раз и возраст подходящий. А что еще можно? Девчат, новички, ну-ка, помогайте. Ну-ка, давайте, давайте вместе. Ох, нелегкая эта работа. Выбирать кому-то, да, уход за лицом. Ну, если не мы, то кто? 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 Так, BB-крем, да, как сопровождать. О, алоэ, супер. Ребят, алоэ серия для комбинированной кожи, это просто прелесть. Она как и для нормальной подойдет, но не сушит. Очень, вообще, великолепная серия. Сыворотка, маски, супер, да? То есть мы уже делаем подбор. А хоть за глазками будем предлагать. А вот что-то никто не называет серию с виноградом. На 92-й страничке шикарная серия. Такая, она, в принципе, для всех возрастов и прекрасно также подойдет и для комбинированной. Потому что вот это средство мягкое, отшелушивающее, оно идет с легким пилингом. И тут можно, да, спросить у человека, как ты привыкла умываться, чтобы средство пенилось? Пенилось, да, или было такое вот кремообразное. То есть, да, можно выяснить сначала потребности, как ты любишь, как ты привыкла. Как тебе комфортно удалять косметику. Так, молодцы, супер. Давайте второе задание. Клиентка, женщина, взрослая, 50 лет. Трескается кожа на пяточках. Что мы будем с ней делать? Прям проблема. Вы знаете, у многих женщин, и у мужчин, кстати, такая проблема серьезная, что кожа трескается. Боли страшные. И кровь идет иногда. Это просто катастрофа. Что будем делать с ножками? Новички, участвуйте. Маска супер. А до маски, чтобы снять вот этот слой весь. Почему кожа трескается? Она сухая, и нам надо эту сухость снять, да, вот этот ороговевший слой убрать сначала. Чтобы уже потом наносить маску для размягчения, чтобы дальше не было вот этих вот наростов. Да, пилочку шлифовальную, витаминки, омега, супер. Ребят, а скраб для пяточек у нас какой шикарный. Не пробовали? А еще есть одно средство, о котором мало кто знает, но это просто супер. Да, распарить ножки пилкой скрабом. Я сейчас фишку скажу. Вот эта пилочка наша, которая для пяток, она такая интересная. Ей лучше всего начать пользоваться на сухие пяточки. То есть сначала снять мертвую кожу на сухую. Потом распарить, помыть эту пилочку, нанести на нее уже скраб и еще со скрабом пройтись. То есть вот сначала, если пятки уже, ну такие ножки запущены, лучше всего на сухую пошлифовать ее. То есть снять эту, да ты что, а я не видела. Хочу супер. Я для ног вообще все выписываю. Я обожаю ухаживать за ногами. Ножки это наш, как говорится, да, как это, ну ходить, двигаться, движение ноги. Это очень важно. И еще есть у нас средство. Маленькая баночка. Кто догадался? Смягчающее средство для всего. Смягчающее средство. Точно, Галь. Дезодорант новый. Пилочки. Ух ты, набор для педикюра. Класс. Ребят, вот это смягчающее средство с прополисом, оно просто феноменальное. Оно настолько вот реально смягчает кожу, что это просто вот волшебство. У меня был случай, у мужчины пятки трескались, он говорит, Лиля, вообще в кровь ходить не могу. Хожу как баба на шпильках, на цыпочках, наступать на пятки не могу. Я ему дала это средство, он мне на следующий день звонит и просто визжит, говорит, Лиля, ты вообще, ты врач, ты волшебница, ты меня спасла. И он на ночь, ну я ему сказала, чтобы ножки распарил, почистил и на ночь нанес толстым слоем. Представляете, за одну ночь у мужика вот ушла проблема. Человек смог ходить нормально просто, это же супер. Запишите себе, маленькая баночка, смягчающее средство, оно бывает с разными ароматами, без ароматов есть, то есть она, как говорится, кому как нравится. Умнички, с заданием справились, высший пилотаж. Еще вам скажу, есть такая проблема у людей, когда вот ноги воняют, да, то есть запах у ног неприятный. Тоже решить эту проблему можно очень легко. Поделиться информацией. Да, Дензик помогает, очень хорошо помогает. Да, еще локти, губы этим смягчающим средством можно. Все сухое, носик обветрили, губки трескаются, вокруг глазок можно смягчить кожу, если сухость там большая, носогубные складки. Вообще средство универсальное. Колени у людей бывают, вот сухие коленки грубые. Или там болячка не отваливается ребенку. Болячку помазали, все супер, быстро отвалилось. Ну, если будут вопросы по ногам, я скажу, что делать. Так, дальше. Клиентка 25 лет, волосы окрашены, а кончики секутся. Секутся, ломаются и выглядят очень неопрятно. Топорщицы. Что будем делать с таким человеком? Давайте. Какие варианты приходят в голову сразу? Мне кажется, большинство женщин пользуются красками очень редко. Я встречаю женщин, которые натуральный цвет, и им, ну, как бы, нет необходимости. Молодец, Оль. Шампунь для окрашенных, масочка для восстановления. А еще можно шампунь для поврежденных, кстати, волос. То есть, если проблемы, волосы повреждены. И вообще порекомендуйте нашу краску. Она восстанавливает волосы. У нас краска волшебная. Она содержит масло льна и омегу-3. После окрашивания волосы просто как новенькие. Все сияют, блестят, гладкие, как будто после утюжков. Все такие шелковые. Прелесть. И вот у нас есть серия с клубничкой. Миндали клубника содержит тоже маска для этого, как говорится, маска для восстановления окрашенных волос. Тоже она прикольная такая. У меня, кстати, есть, пользуюсь. Есть кондиционер для окрашенных волос. Лучшая краска, я с тобой согласна, вообще на миллион процентов. Девчата, у меня волосы седые, наверное, уже с 25 лет. То есть, я 15 лет крашусь. Даже раньше начала краситься. Поэтому у меня опыт знакомства с красками всех видов. И профессиональных, и в салонах, и в магазине. Я все перепробовала, которые только вот можно. И дорогие, и очень дорогие, и совсем недорогие. Я могу сказать, что лучше Арифлейм я краски не встречала. Это я вам говорю, как вот просто потребитель, женщина, которая довольна. Наконец-то, да, нашла для волос суперсредство. Особенно учитывая, что у меня длиннющие волосы. И мне их надо, чтобы, да, прокрасить. Красить густые, длинные. Просто я обалдею от нашей краски. Супер, да? То есть, ребят, давайте с вами подведем итог. Вы поняли, вот что выгодно, да, знать продукцию. И всегда предлагать человеку два варианта. Два варианта, чтобы он мог выбрать, что ему, да, подходит. И он сам выберет на свой кошелек, взять ему подешевле или подороже. А самое интересное, даже если он возьмет подешевле, то у него все равно будет классный эффект. Потому что наша продукция классная. За счет чего обычно удешевление идет продукция? Упаковка подешевле. Да, может быть, какой-то компонент не используют, там, супер-мега-дорогой. Ну, другие классные компоненты, которые проработают прекрасно с кожей, с волосами, да, с внешностью человека и дадут ожидаемый классный результат. Главное – пользоваться. А не просто купить и на полочку поставить. Я вам приведу сейчас свою статистику. Например, да, если раздать 20 каталогов, то придет 10-12 заказов. То есть более 50% людей делают заказы. И чем более профессиональными вы становитесь, тем больше заказов. Это статистика. Я раздаю каталоги, ребят, незнакомым людям. Просто раздаю каталоги посмотреть на один день. Следующие заказы примерно делают на 500 рублей. По времени, чтобы раздать вот эти каталоги и потом их собрать, уходит где-то час, ну, полтора, ребят. То есть раздать 20 каталогов где-то уходит, ну, часочек, да? Ну, поменьше полчасика где-то, опять же, насколько далеко друг от друга находятся двери, куда вы заходите. И у меня тут все близко, я захожу в каждую дверь. И люди делают заказы нормальные 500 рублей. То есть прошли на следующий день, собрали, с собой пробнички взяли, чтобы показать. Затрата по времени 1 час. Считайте, 10 человек заказали по 500 рублей, 5000 заказ. Доход от этой суммы 18%, 900 рублей. За премьер вы получите 700 рублей. В сумме 1600. Простая математика. Поставьте плюсики, кто понял, пример. 900 рублей прибыль, 700 рублей за премьер, итого 1600 в сумме. 2-3 часа у вас на это уйдет, на эту работу. Ну, вот премьер-клуб, это скидка ВАО, даже не премьер, а ВАО. Новая скидка, где возврат идет 10% от суммы заказа. От 10%. Далее. Задание. Если ваши заказы составят 300 баллов, какая будет ваша прибыль? Я вам сейчас верну вот этот слайд, где вырезка. Смотрите. Вот, если сделать заказы на 150 баллов, то у нас сейчас скидка ВАО. Если раньше было 200 рублей, то вот она сейчас 661 рубль. То есть, да, примерно 700 рублей возврат. Если заказ на 100 баллов, то возврат идет 5%, 238. Или вот чуть-чуть побольше заказ, уже 343 возврат. То есть, тут разница небольшая в баллах, а по деньгам вы видите, какая разница. Поняла, да, Оль? Сейчас новая просто программа уже. Второй каталог мы балдеем от того, что у нас у всех много денег стало. Добавились выплаты. И это, конечно же, супер позитивно. Кто справился с заданием? Если заказы 300 баллов, сколько будет ваша прибыль? Так, жду прям секундочку. Нет, смотри, вот 150 баллов у нас вот этот заказ на 5000, это 150 баллов. 1600 прибыль. А если 300 баллов? Давайте посмотрим. То есть, также 20 каталогов мы раздаем, уже 40 людей должны посмотреть. Уже у нас, ой, я не справила, будет 20 заказов по 500 рублей. В сумме получится 10 тысяч, 20 по 500, 10 тысяч. Доход 1800 премьер, 1400, 320 и 3% вам вернется по программе карьерного роста. Да, в два раза больше и даже чуть-чуть еще больше. Потому что 3% это еще где-то 320 рублей составит. 3,520 ваша прибыль. Так что вот додумайте, стоит показывать каталоги или нет. Я вам могу сказать честно, я показываю, мне нравится, показываю и знакомым, и незнакомым. Ребята, статистика железобетонная. Люди заказывают, даже если вы глухо-немой, вообще говорить не умеете, все равно заказывают. А если вы умеете улыбаться и вы выполняете свои обещания, то есть все, о чем мы с вами сегодня говорили, то есть если вы ведете себя, да, так вот, позитивно, вы порядочный человек, дали слово, там, я приду завтра, пришли, приняли заказ, выполнили, принесли в пакетики красиво, похвалили, позвонили, убедили, что человеку все подошло, он довольный. Ребята, заказы будут увеличиваться. Они, знаете, как в геометрической прогрессии идут. То есть люди начинают вас рекомендовать своему окружению, это во-первых. Во-вторых, начинают заказываться каждым разом больше и больше, потому что вы нравитесь, нравится, что вы приходите, потому что удобно. Особенно это удобно людям, которые сами работают в торговле. Им это очень удобно, потому что они работают с восьми и до позднего вечера. Уже когда они заканчивают работать, все магазины уже закрыты. Им уже пойти за покупками просто некуда. И, конечно же, они пашут день и ночь, чтобы зарабатывать деньги на житье-бытье. Покупают с удовольствием просто. У меня вот в основной массе заказчиков – это люди, которые занимаются в торговле, работают сами. Домашнее задание. Посчитать, сколько будет вашей прибыли, если заказы будут на 500 баллов. Запишите задание. Потом напишите мне в личико, что у вас получилось. Ребята, я вам желаю всем, конечно же, не ограничиваться только сбором заказов. Это очень супер. Наша цель – научиться организовывать товарооборот. Примерно где-то на 150 баллов. Это намного больше не надо, потому что это трата времени. Учитесь организовывать товарооборот с командой. Ну и личная активность тоже должна быть. Какие ко мне вопросы? Пишите. Конечно же, все секреты сегодня не успела раскрыть. Так, быстренько пробежались по основным моментам. Пишем вопросы. Если вопросов нет, то напишите, пожалуйста, что для вас сегодня было новым, и что вы готовы прямо уже начать применять. То есть, что вы будете применять в своей практике. Обратная связь – это очень важный момент наших всех семинаров. Написав обратную связь, вы благодарите спикера этим и сами закрепляете материал и утверждаете в своем намерении. Нет, не пойдет, Ольга, не хитри. Конкретно, что прям вот будешь применять. Я очень много слышала теории и читала книжек. Ребят, пока смягчающим средством машь. Маска для ног, смягчающее средство. И также скрабом просто пройдись вначале. Почистить аккуратненько скрабиком, то есть без пьемзы, просто ручками. Маска или смягчающее средство. Ребят, я вот нашу продукцию обожаю. Я сегодня, знаете, я Миша всегда говорю, я сегодня тысячу заработала. Да, ты что, как? Я говорю, маникюр, педикюр сама сделала. Он такой, ой, супер. То есть, да, сэкономленные деньги тоже заработанные. Во-первых, я очень брезгую ходить в салон. Я же не знаю, как там обрабатывают или не обрабатывают инструмент. Потому что, да, это реально возможность заразиться чем-то, если не обработанные инструменты качественные. Я не знаю. Я не вижу, делают они, что делают, как обрабатывают. Поэтому я всё делаю сама. И если интересна такая тема, я могу рассказать, как я маникюр, педикюр делаю. Это, конечно, не сегодня, но я подготовлю такой блок и проведу на следующей неделе. Потому что это просто супер. Вот не отличишь, что в салоне сделал, что сам. Интересно? Хорошо, запишу, подготовлю. Как сделать профессиональный маникюр в домашних условиях. Записала. Есть ещё обратная связь, ребят? Кто меня поблагодарит? Отлично, молодцы. Ребят, я вам желаю применять, потому что сколько в теории вас не влезло, пока вы не начнёте делать, не начнёте нарабатывать свой опыт, свой профессионализм, всё это будет, знаете, как макулатура лежать в ваших мозгах. И толку никакого не будет от этого. А знаете, вот наше правило какое, да, я что-то умею делать, я могу тебя научить. Ребят, ну не может, да, сапожник лечить зубы, если он, да, не умеет. Или зубной мастер, он не может ремонтировать сапоги, потому что, ну, просто он не знает, у него нет инструмента, он не умеет. То же самое и здесь. Если вы сами умеете организовать товарооборот 150 баллов, представьте, что вы сможете научить всех, кто к вам придёт, потому что это очень легко, ребят. Не надо продавать продукцию, не надо закупать её и ходить с сумками и говорить, купите, купите по дешёвке, отдам со скидкой. Ребят, очень высоко нужно позиционировать себя. Да, я личность, я профессионал, я консультант по красоте. Я не просто там, да, девочка-припевочка, я консультант по красоте. Я могу подобрать продукт под вашу любую проблему, абсолютно. Ребята, очень часто использую, кстати, народные средства. То есть, если я вижу, вот у человека проблема какая-то, ну, там, которую, вот, дополнение может быть, например, вот для волос солевые маски. Я обязательно об этом говорю. Или я знаю ещё какие-нибудь там фишки, ну, вот что можно сделать в домашних условиях, то есть, ну, практически, да, задаром. Я обязательно об этом тоже говорю. То есть, я не кричу, что вот Арифлэйм всё, это панацея. Можно дополнить. Да, мы, я делюсь с клиентами какими-то рецептами, говорю с ними о моде, какие-то новости, вот то, что я узнаю. Я просто рассказываю об этом. Им всегда интересно общаться. Поэтому собирайтесь с клиентом, посмотрите в интернете, какие модны цвета, да, в одежде, в макияже. То есть, что модно, какие стрелки сейчас модно, какой маникюр, там, как ногти можно красить, интересно. И просто делитесь, делитесь этой информацией. Люди будут вам благодарны и всегда к вам стремиться попасть, да, на встречу, чтобы зазвать вас к себе. Зайди, пожалуйста, давай увидимся. Будут ждать как родного, как родную. Всё, счастливо. Хотела сказать спокойной ночи. Ребят, счастливо, до встречи. Ребят, кто саратовские, в 5 часов сегодня в офисе встречаемся. Приезжайте в Зарубино 150, офис 201. Буду рада вас всех увидеть, пообщаться ещё вживую, ответить на все вопросы и помочь, чем могу. Приезжайте, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok